Я делал это в прошлом году. Я делал это в этом году. С точно такой же моделью, но другим экземпляром вилки, от точно такого же мотоцикла. И если ты будешь искать на ютубе, как поменять сальник или как перебрать вилку в переверты, что скорее всего об этом не узнаешь, потому что нормально сконструированная вилка такой особенностей не имеет. Но если она у тебя есть в руках, значит эта особенность вылезет, когда ты начнешь ее ковырять. Итак, закрепляем изделие, включаем прожектор и начинаем разговор. Интересующий нас фрагмент имеет следующие размеры. Это для справки. Сейчас мы будем класть ее на бок и смотреть вовнутрь. А внутри находятся следующие детали. Нижняя направляющая. Возьми, пожалуйста, нижнюю напраспасила. Нижняя направляющая внутренней своей частью шаркается А41-мм трубу, а внешняя частью втыкается вот в эту вот выточку в золотистом корпусе. Под ней находится металлическое кольцо. Кстати, при помощи этого кольца она туда и впрессовывается. Под ними находится сальник. И сальник, в отличие от нижней направляющей, уже находится в рабочем положении в серебристой штуке. А ведь направляющая находилась в золотистом корпусе. Под этим мутербродом находится стопорное кольцо, которое фиксируется в выточке в серебристой штуке. Пыльник не забудь. Да, спасибо. Пыльник виден снаружи вилки, в собранном состоянии. Вот так вот. И вот после того, как ты запрессовал направляющую, ты пытаешься запрессовать и сальник. Посадочное место разогрето и измазано маслом, но сальник дальше не идет. Он куда-то упирается. Канавка стопорного кольца не оголяется. И какое бы усилие ты ни прикладывал, это не позволяет сдвинуться с места. И понимание происходившего не придет к тебе до того момента, пока ты случайно не обратишь внимания на вот эту вот полочку. На то, что ее размер изменился. И поймешь, что эта чертовая серебристая деталь не закреплена на основном корпусе на этой трубе. Жестко. И она подвижная. То есть, место сальника относительно корпуса трубы, вот этого золотистого корпуса трубы, оно подвижно. Ты вбил сальник до конца, но его посадочное место сместилось, именно поэтому канавка стопорного кольца не оголяется. Насколько я мог по видеозаписям и по внешнему виду других вилок смотреть, такой фигни на других вилках нет. Посадочное место сальника является монолитом, единым целым с основным корпусом, то есть с этой трубой. Поэтому я и предлагаю перед любыми операциями сложнее обычной замены масла, где требуется просто открутить верхнюю крышку и вилки, запастись каким-то устройством, которое позволит зафиксировать эту серебристую втулку на месте, потому что руками ее удержать скорее всего не получится. В данном случае это ПВХ труба разрезанная и два хомута, в данном случае 40-60 мм, но не принципиально, главное, чтобы они просто налезли и жестко зафиксировали трубу в упор с этой серебристой втулочкой. С одной стороны труба обработана ровно в круг, с другой стороны не особо важна ее обработка. Такое устройство помогает забить чертов сальник, вернее так, позволяет забить сальник в эту чертову подвижную деталь. Спасибо.